привет друзья вы смотрите канал около музона и сегодня мы естественно посмотрим видео асти макбрейна видео называется отмена баттла александра блинова не лучший ученик фред гитарист и принимаю вызов от защитника но давайте посмотрим привет александр блинов я так понял ты решил игнорировать все мои обращения к тебе и собственно говоря я наверно понял почему во-первых связи с последним но вообще-то александр блинов изначально сказал что он будет игнорировать все вот эти нападки на него там приглашение в баттлы еще всякую фигню пишите в лично конкретно с коммерческими предложениями он же так сказал чего непонятного то естественно будет игнорировать объявлениями ты не являешься лучшим учеником своего учителя вот он решил скажем так не вставать на твою защиту не рассуждать на тему того какой-то гитаристы насколько ты хорош или плох и соответственно связи с этим чтобы ты не вышел на гитарный батл не опозорил его школу он решил скажем так конкретно конкретно сказать что александр блинов никогда не было его лучшим учеником значит связи с этим ты являешься не скажем так являешься не тем объектом с которым можно играть и баттлиться на гитаре соответственно тебе нужно еще наверное научиться играть на гитаре и соответственно потом когда ты в конце концов станешь хотя бы хорошим провоцирует с тобой можно вести какие-то переговоры и уже пытаться с тобой как-то играть на гитаре в принципе я тебе выдвигал вполне адекватные критерии по которым я готов пойти на встречу оплатить нет ты в последнем видео вообще неадекватные критерии выдвинул просто абсолютно неадекватные так что блин я бы на месте блиновая представляю сижу как бы все ответил и выходит второй видос от тебя я его вижу такой вот вот так вот просто делаю и все и как бы смысл просто общаться не ну это просто нет смысла твой гонорар но ты решил проигнорировать дабы не опозорить либо себя либо не опозорить школу своего учителя но выглядит это достаточно странно что твой учитель говорит о том что ты его не лучший ученик а просто лишь хорошо играешь рифы как он сказал первый по игре рифом примерно такое что повар он херовый но в принципе дошик заваривать он умеет качестве теперь отвечаю значит дмитрий гапон около музона я отвечаю на твой вызов положительно да я согласен в принципе ты мне готов оплатить гонорар как-то уже за лично заявил ты готов предоставить мне бытовой райдер технический бытовой райдер я собственно говоря пришли вместе с техническим и бытовым райдером моих басиста и барабанщика то соответственно к этому же я прикреплю гонорар моего басиста и моего барабанщика ты вроде как играешь на гитаре вроде как все это понимаешь но кроме шуток серьезно вот если ты в падике действительно найдешь такой падик в которой ты сможешь разместить весь бэклайн поставить оборудование по райдеру фиг с ним записывая на телефон можешь записывать вообще на кассетный такой на такую кассетную камеру и в принципе я не против вот он я я в москве мне не нужно там ехать туда-сюда три дня там еще что то вот он я пожалуйста если ты готов если ты готов воплотить мой гонорар оплатить гонорар моих басиста и барабанщика они сессионщики а ты прекрасно должен понимать что это такое и за бесплатно они не играют то есть то есть ты же то есть правда что ли то есть музыканты не играют бесплатно и никуда не хотят ехать бесплатно что серьезного ты серьезно сейчас это говоришь а что странного в том что блинов говорит гонорар что фред говорит гонорар что в этом странного я не понимаю или ты будешь распредираться к величине гонорара тут уже рыночная тема как бы получается понимаешь вот да но хоть блин это ты понял что музыканты все-таки бесплатно не должны ездить и не и не хотят не то что не должны кто-то и бесплатно и я тысячи раз бесплатно выступал но бесплатно если хочется ехать ты едешь если тебе не хочется ты не едешь от того насколько тебе лень то ты выставляешь ну такой тариф как все очевидно сам играешь ковер-группы ты должен это все понимать поэтому я то понимаю я уже тебе написал в личку поэтому жду тебя продолжение разговора либо реакцию значит на это видео и собственно говоря я готов тебе скинуть райдер меня басиста барабанщика технический и бытовой и соответственно мой гонорар ты уже согласился оплатить гонорар басиста и барабанщика но на самом деле все это достаточно смешно выглядит поскольку ты просто пытаешься встать на защиту александра блинова который не может просто сам встать на свою защиту и пытаешься я не знаю хоть как-то доказать что он вроде как может и как будто бы я скажем так засу и не выйду с тобой поиграть на гитаре я не пытаюсь стать ни на чью защиту я просто снимаю реактики свои вот пытаясь высказать свое как бы адекватное мнение то есть я вашу вот эту всю войну пытаюсь привнести адекватности этого многие не понимают все хотят поделить на черные на белые поставить меня на ту сторону на эту сторону вот что я кого-то там защищаю вот но когда вот такие видосы как у тебя предыдущий выходят меня просто просто крышу срывает я просто не понимаю как это может быть вот поэтому никого я тут не защищаю просто я пытаюсь объективно насколько я могу как бы сделать свою реакцию на происходящее вот ладно бери гитару готов деньги заказывай бэклайн раньше сентября у меня к сожалению получится у меня расписаны даты условиями ставишь значит и первой половине и во второй половине декабря я в отпуск уезжаю мне тоже москве не будет так вот эти вот движения это значит что сарказм как бы я так я так это по крайней мере воспринимаю или что а ну да еще и я работаю будние дни с 8 до 5 либо с 9 до 6 выходные я иногда репетирую в будни тоже я репетирую так то есть три занят концерты тоже но это я чуть позже тебе напишу в личку жду пиши слушайте ну сразу скажу что вот это вот последнее его вот это вот что я постоянно занят очень похоже на слив что он вообще не хочет сам баттлиться в принципе но ладно давайте я чтобы напомнить вам я вам сначала включу как я вызвал на баттл его то есть если я тебя сейчас вызову на баттл в мой подъезд где будут судьи мои друзья что-то слишком медленно не дружелюбная атмосфера просто вот и мы тебе дадим 5000 рублей даже без я я не буду даже те твоей же логикой говорит что ты только нам за это все внеси сначала 50 тысяч рублей а потом мы тебе вернем гонорары вернем твои деньги хрен с ним просто я тебе заплачу 5000 рублей вот поставлю тебе сырную мясную тарелку туда и мы будем баттлиться снимать все это на телефон и баттл как бы и все но у нас так такая вот съемка такой баттл как бы вот если ты короче реально асти макбрейт я тебя вызываю на баттл короче я твои условия понял у тебя гонорар 5000 рублей какой-то бытовой райдер там типа сырная тарелка и мясная тарелка вот короче я тебя вызываю баттлиться мы будем в подъезде вот снимать будут на телефон мои друзья снимать также судить будут также мои друзья вот мы забатлимся короче и если ну и гонорар тебе 5000 заплатим вот гонорар можем перевести даже предоплатой как бы есть ты согласишься там ну просто как бы заранее вот или 50 процентов от гонорара допустим 20 тысяч а 50 при приезде на площадку вот если ты откажешься от этого ты слился все вот тебе пожалуйста так что ребята реально если макбрейт откажется от мы ну друзья вроде бы все понятно вот для начала асти макбрейт я хотел бы тебе я забыл тебе в прошлом видео сказать название мы моей площадке площадка называется мухтар батл она находится в подъезде вот и там все будет действие происходить первое значит по поводу оборудование бэклайна вот бэклайна никакого не будет будет не будет точнее будет один комбик это orange скорее всего будет ну либо какой-то аналог комбик который работает от батарейки там 2 ватт или 5 ватт вам бывает в общем будет один комбик который работает от батарейки вот мы в него подключимся сначала ты потом я и будем по очереди в него играть для чего это чтобы проверить насколько ты действительно владеешь гитарой чтобы ты не прятался за вас за басистом за бас-гитарой за барабанщиком чтобы мы услышали то как именно ты играешь один как ты звучишь чтобы понять твой уровень и чтобы все могли реально оценить и то же самое про меня то есть я тоже буду играть один в этот же комбик условия будут равны это условия моей площадке то есть получается площадка выступает как организатор этого баттла и получается что вот у нее есть свои условия то есть у вашего баттла там есть какие-то свои условия там три раунда какой-то секретный раунд какие-то музыканты играют что-то микрофонов нет у людей то есть там есть свои критерии там песни петь нельзя хотя почему-то никита марченко пел тоже непонятно ну не суть вот у меня значит вот такие условия то есть будем играть в один комбик соответственно никаких музыкантов с тобой не будет никаких им гонораров ты приезжаешь один вот ну там можешь взять с собой друзей как бы чтобы они за тебя поболели вот но именно играть ты будешь один в этот комбо усилитель вот играть мы будем по очереди количество раундов я еще подумаю возможно будет три может быть меньше может быть вообще один раунд можно будет сделать это это я еще не решил вот значит сниматься это будет на телефон как я и сказал судить будут мои друзья вот такой баттл так что пожалуйста я тебе все эти а ну и соответственно райдер мясная сырная тарелка вы все видели видео вот условия баттла ты их должен принять если ты их не примешь значит ты слился так что давай я жду от тебя принятия этих условий вот я не знаю просто что тут еще можно сказать жду ответа на это все вот виде естественно видео ну друзья а вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем пока